Приветствую вас, Алёна. Смотрите, смотрите. Во-первых, нужно точно знать, точно и досконально знать, что конкретно у вас произошло. То есть, почему после родов начались такие процессы, которых вы хотели бы избежать? Почему рождение ребёнка, которое по идее должно вас радовать, в действительности не радует? Были ли вы готовы к появлению ребёнка? А может быть вы не были готовы к появлению ребёнка? На мой взгляд, это принципиально важный момент. На мой взгляд, это принципиально важная история, которая нуждается в том, чтобы её как следует изучили и исследовали. Очень важно знать, как вы ведёте себя. Как вы организовали свой, к примеру, быт? Как вы распределили обязанности домашние сейчас? Чем занимается отец ребёнка? Насколько он привлечён к взаимодействию с ним? Как много у вас свободного времени? Ну и самое главное, почему, почему взаимоотношения с ребёнком вы считаете серыми буднями? С серыми днями, точнее. Как отношения с ребёнком могут быть серыми днями, если это ребёнок, у которого постоянно происходит что-то новое? Если это ребёнок, который постоянно развивается, у которого постоянно происходят какие-то инсайты, постоянно происходят какие-то новые вещи, открытия и так далее. И за всем этим можно следить и всему этому радоваться. Так как же получается у вас, что это все серые дни? Вот. Насколько вам ребёнок близок? Эти вопросы нужно исследовать. Как нужно исследовать и то, насколько вы вообще готовы были к рождению ребёнка, хотели ли вы его, ну и так далее. Вот. Это совершенно очевидно, что... Вероятно, вероятно. У вас не было такого сильного желания заводить детей. Может быть, может быть, может быть, есть ещё какие-то проблемы. Ну, может быть, ещё какие-то были проблемы. Не знаю. Вот. Дальше. Очень важно, если у вас свободное время. Свободное время на то, чтобы заниматься собой, на то, чтобы делать что-то для себя. И так далее. Потому что если, если этого самого свободного времени нет у вас, то ничего удивительного, что вам не хочется что-либо делать и... Ааа. Ааа. Аааа... Ааа. Значит... Ничего удивительнего что... Вы ничего не хотите. Но, опять же. Для этого необходимо освободить себя. Для этого необходимо понимать, что... Ааа. Вы человек, и вам нужно бывать в разных ролях, чтобы чувствовать себя комфортно. Вам нужно быть в роли жены, вам нужно быть в роли друга, вам нужно быть в роли социального субъекта, вам нужно быть в роли сотрудника и вам нужно быть в роли, вероятно, скажем, дочери своих родителей, если есть. Если эти роли не выполняются, то вам, конечно, будет гораздо сложнее. Далее, конечно, желательно исключить постсредовую депрессию, которая у вас также может быть, и диагностировать которую может врач-психотерапевт, психиатр, либо клинический психолог. Значит, что касается того, что вы стали намного сквернее или не доверяете, то это нужно раскрыть более подробно, что значит сквернее и что значит не доверяете. Про недоверие я могу сказать уже сейчас, что это означает, что вы не доверяете себе, почему вы себе не доверяете, тоже вопрос, но более такой важный вопрос, который нужно исследовать. А что касается отрезательной энергии, то у нее есть причины, у отрезательной энергии есть причины, и с ней нужно разбираться, вот и все. Поэтому для вас оптимально будет выбрать себе психолога на нашем ресурсе, и поработать с ним для того, чтобы предоставить информацию, материал для анализа, и на основе уже этого материала для анализа мы либо выработаем рекомендацию вам, либо подберем программу психотерапии, которая поможет вам обрести себя снова. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.